Вечер добрый! Как всегда, вы слушаете свою радио. Я утверждаю, надеюсь на то, что абсолютно однозначно веря в свою фразу. И, понятное дело, программа «Живые» каждый будний вечер с 8 до 10 в этой студии появляются совершенно разные музыканты с разной музыкальной стилистикой, ну и, понятное дело, с разной энергетикой. Сегодня у нас не совсем обычный эфир, ну, мягко скажем, не совсем обычный, потому что здесь сегодня будет сразу две группы, но об этом мы поговорим чуточку позже. Для того, чтобы дать вам понять, что сегодня будет происходить, по нашей старой доброй традиции, прежде чем я вас познакомлю с музыкантами, они сыграют свое первое произведение. Для того, чтобы вы понимали, что сегодня здесь будет. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Как падала слеза из красивых глаз, из ладоней вниз. Дребезгий алмаз искрами на стол из последних фраз. Мало, что прочел. Струн, тихий перебор, на кухне разговор. У соседей свет, до утра приговор, написанный тобой. После стольких лет ухожу в запой. Ага! Вот она твоя суть, чуть что глядишь в стакан, А я гляжу в глаза твои, а не врут. Ага! Никогда меня не понимал, всю жизнь сломал. Я гляжу тебя по щекам, слезы жгут. Глаза врут, слезы жгут. Глаза врут. Как падала слеза из красивых глаз, из ладони вверх. Ага! Ага! Вот она твоя суть, чуть что глядишь в стакан, А я гляжу в глаза твои, а не врут. Ага! Никогда меня не понимал, всю жизнь сломал. Я гляжу тебя по щекам, слезы жгут. Глаза врут, слезы жгут. Глаза врут. Глаза врут. А вот, собственно, давайте будем знакомиться. Здесь сегодня дуэт. Называется это «Дуэт шесть океанов». Сергей Снеговский или Снег, так его зовут, вокал, гитара. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Не тот микрофон. Туда ты поешь. А сюда говорю. А сюда, молодец. А сюда ты говоришь. Привет. Артем Некрасов, гитара. Добрый вечер всем. Ну, для того, чтобы вы как-то сориентировались, это тоже важный момент. Есть масса таких примеров, когда группа известная, и вдруг некий такой откол уж происходит, или совсем в некотором смысле другая музыкальная картинка рисуется. Станционный смотритель группы, вы прекрасно знаете, она ротируется у нас на своем радио достаточно плотно, и песни любимы многими слушателями. Вот, собственно говоря, два человека из коллектива решили создать свое гитарно-акустическое объединение. Правильно я рассуждаю? Ну, немножко, не так, Семен? Давай, поправляй меня. Не угадал. Что мне гадать-то? Давай. Как есть, дочернее предприятие, но что-то вот похожее произошло в 2006 году, когда накопился определенный материал, и в инструментарии группы станционный смотритель, в общем, это не получилось реализовать, и было решено как-то оставить это в акустике. На самом деле, очень много музыкантов участвовало в этом проекте, там был и баян, и скрипка, и клавиши, но вот с Артемом мы уже 4 года, по-моему, да, Артем, играем, вот, и нам, в принципе, хватает вот двух гитар. Так а что, отвалились-то все остальные? Ну, нет такого вот четкого разделения, отвалились, не отвалились. Как бы станционный смотритель — это некая формация, и шесть океанов. У нас нет четкого такого разделения на станционный смотритель или шесть океанов. Песни они и там, и там исполняются по-разному. Понятно, давайте так, допустим, вот электричество — это станционный смотритель, акустика — это шесть океанов, все песни, в принципе, одного автора. Ну, правильно. Акулы на прогулке — это электричество, а завтра кусто — это акустика. Ну, в том случае, как и здесь. В общем, довольно привычная уже история, начинает привыкать и аудитория тоже к тому, что такое бывает. 46-47 — это короткий номер для ваших смсок. 46-47 — сначала пишите «свои», делаете пробел, а после всего этого уже пишите все, что хотели бы адресовать сегодня коллективу. Вопросы ваши, эмоции, впечатления — делитесь, милости прошу. Группа ВКонтакте — официальная группа своего радио. Там анонсик давно уже выложен. В анонсе вы видите, что сегодня не только группа шесть океанов, но и спецгости — группа «Тихие игры». Они пока тихо играя сидят в соседнем помещении, дожидаясь своей очереди, когда появятся в этой студии. Но это будет уже в следующем часе. Как так получилось, мы тоже обсудим. Мне стало любопытно. Сегодня у нас такой первый экспериментальный вариант эфира с двумя группами сразу. В самом анонсе группа шесть океанов выделена синем. Это, значит, активная ссылка. Кликаете, оказываете в них в сообществе, что тоже немаловажно. Сегодня, слава богу, починили планету. Ну, в смысле, сайт Планета.ру. И теперь есть картинка. Своярадио.fm — это наш сайт. Там сверху совершенно очевидно, заметно, большой такой плеер. С левой стороны онлайн-аудио, с правой онлайн-видео. Кликаете, оказываетесь на Планете.ру. Там, собственно, все. Видите, что в студии происходит. Ну, и кроме всего прочего, там есть чат, куда тоже можно отписываться. Все сказал, что касается Коннекта. Теперь вернемся к творчеству коллектива шестикианов. Как называлась первая песня? Первая песня называлась «Глаза врут». Да ладно? Да. Ты веришь сам-то в это? Видимо, так. Бывает. Бывает, но не всегда же. Ты имел в виду вообще, который он написал или сегодня? Сюжет, сюжет. Я про то, что глаза врут. По-моему, как раз глаза и есть зеркало души. Заглядываешь в глаза и понимаешь, врет человек или нет. По мне, так наоборот, глаза не обманывают. Как раз там-то и есть все то, что касается… Смотря как человек умеет профессионально владеть глазами… Интересно посмотреть на человека, умеющего профессионально владеть. А другой человек профессионально читать. Вот я тоже тут как бы спорный такой вопрос. Читать глаза ты имеешь в виду? Ну, читать, да, зеркало души через глаза. Ну, часто же бывает, когда люди встречаются друг с дружкой, незнакомые, хлоп, глаза глянули друг к другу и поняли, что они друг к другу имеют какое-то отношение. Сейчас в данном случае я не имею в виду мальчика и девочку. Вообще, в принципе, ты видишь перед собой своего. Говоришь, о, ты музыкант. Он говорит, да. Давай это, бухнем, может, поиграем. И как-то раз и сходится все. Просто потому, что в глазах увидели отражение друг дружки. Ну, это же правда. Значит, глаза не врут. Может быть, кто-то не умеет читать глаза? Ну, а может быть так, что в глазах ты вроде как бы увидел близкую тебе душа, а проходит там дня три, семь человек раскрывается уже больше и понимаешь, что обманули глаза. А может быть, твои надежды обманулись? А может и так. А человек что-то другого? Ну, смотри, что пишет Владислав Масликов. Всем доброго вечера, хорошего настроения. Вот сижу уже минут двадцать и жду с нетерпением... Это было до эфира. И жду с нетерпением, когда же начнется эфир. Когда же наконец я услышу потрясающий вокал Сергея Снеговского, эти проникновенные, берущие за душу тексты. Удачного эфира, ребята. Спасибо большое. Я не мог этого тебе сказать ранее, потому что эфир еще не начался. Самара СК, а так задавец человек, вопрос к Снегу. Рассматривает ли Шесть океанов запись песен в дуэте, например, с Ревякиным? Было бы интересно послушать. Прямо в точку. В данное время рассматривается запись сингла сначала с гитаристом Константином Ковачевым, группа «Калинов мост». А в дальнейшем, если повезет, то и с Дмитрием Ревякиным. Имел удовольствие играть на одном концерте в Самаре, разогревая «Калинов мост». Ну, Дима, по-моему, человек открытый. Открытый, простой, да. Если ему понравится материал, то он не откажется попеть вместе. Значит, что-то еще было интересно. Вот, Андрей Суханов пишет. Давно слышим вас с друзьями. На концерте все никак не получалось попасть. Наконец получилось. Ждем вас завтра в клубе «Вермель». По скриптуму. Недавно был на станции «Панки». Как раз следующая песня об этом. «Дома с трубой не видел, а вот шаурма там очень вкусная оказалась». Расскажи о концерте тогда, коли уж речь зашла об этом. Концерт пройдет завтра в клубе «Вермель», «Раушевская набережная 4». Причем пройдет совместно с группой «Тихие игры», вот некий такой самарский десант. И поддержит концерт Максим Шуков, группа «Ключевая». Надеюсь, вы знаете. Ну, естественно. Знаем, уважаем, ценим. Всех приглашаем. Начало в 7 часов вечера. Замечательный будет концерт, я вам скажу. Замечательный. В таком составе, по-моему, вы получите удовольствие втройне. Да? Рос, и человек получил удовольствие так, что отвалился, и дальше не знает, как ему быть со своими переживаниями. Удовольствиями. И удовольствиями тоже. Давайте дальше петь. Что это будет? Дальше песня. Как раз называется «На станции Панки». Скажу сразу. Писалась под вдохновением. Это не вся песня, точнее. Часть ее – это Александр Шеннон. Такой вот автор есть. Вот. Песня такая вот получилась. Как бы общая. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Здесь сегодня шесть океанов. Поехали. На станции Панки Есть домик с трубой. На станции Панки Живут лесбиянки. Они полагают, что я голубой. Я езжу на станцию Панки на пьянки. Когда серый ветер шумит над Москвой. Когда на Арбате снуют иностранки. С тяжелой сумкой и с легкой душой. Я езжу спасаться на станции Панки. Там есть магазин. В магазине есть хлеб. А все остальное в бутылках и банках. На грядке ботва символический хрен. Предмет постоянных забот лесбиянкам. Я дерну за дверь. Эта дверь как струна. Натянута на одиночество ранки. И в обе щеки поцелуют меня. Две девочки родом со станции Панки. Одна. Однажды, проснувшись, я понял беда. Случилась беда на том полустанке. Я буду спокоен лишь только тогда. Когда перееду на станцию Панки. Я дерну за дверь. Эта дверь как струна. Натянута на одиночество ранки. И в обе щеки поцелуют меня. Две девочки родом со станции Панки. И в обе щеки поцелу. И в обе щеки поцелу. Я дерну за дверь. И в обе щеки поцелу. С наступающим вас девушки. Песня. К празднику. К празднику. К празднику. К празднику, да. Да, да, да. Он, в общем, собственно, не за горами. Станцию Панки тоже надо поздравить. 4647 это короткий номер для смс ваших. Сначала свои пишите. Потом уже, делая пробел, обращайтесь к нам. Вот, например, спасибо за творчество. Ждем с нетерпением в Арзамасе. Пишет человек без подписи. Так будем, да, 14-го. Ждите. У вас турчик, что ли, наметился какой-то небольшой? Да, тур до середины апреля практически. Ну, то есть Арзамас я уже увидел. Да. А где еще? Ну, так, на скидку. Пенза, Ульяновск, Нижний Новгород, вот в Москве. Артем, помогай, что там еще? Тольятти, Саратов. Ну, уже хорошо. Уже хорошо. Вся остальная информация в группе-то есть. Ну, да, конечно. В официальном сообществе можно все увидеть. Опять же, вот на смс-портале. Музыкантам привет. Снегу вопрос. Курить-то бросил? А это кто? Не знаю. Бросил уже совсем давно, в 2009 году. Вот, видишь, человек тебя, видимо, не видел с тех пор. Или не общался с тобой с тех пор. Значит, Игорь Козлов. Знаешь такого? Да, Самарский. Вот, он пишет. Привет всем. Привет, Сергей. Привет. Хочу спросить, не потерял ли ты мой подарок, клык кабана, который я тебе дарил в свое время? Представляешь, Игорь, нет, висит на зеркале дома. Прям вот, даже сейчас помню эту картинку. А большой? Достаточно, да. Но у кабанов-то такие зубы... Да, острые. Серьезные. Острый, большой клык. Он, сволочь, хищник же. Я не знаю, как они его вырвали у него. Да как, вы выломали, когда убили, да и все. В принципе, это не так сложно. Так, где-то здесь было тоже еще сообщение одно любопытное. Пока потерял, ладно, чтобы времени не терять. Давай поболтаем маленько. С одной стороны, я понимаю, что музыка совсем другая. Да, и тексты другие, и нагрузка некая, смысловая, другая. Станционный смотритель, шесть океанов, да. Я знаю точно, что музыканты часто для того, чтобы не убивать, ну, в некотором смысле, стилистику коллектива, создают такой вот второй группешничек, такую почечку. Так, чтобы песни не пропадали и не провалились. И удобнее ездить вдвоем-то. Что, дешевле? Абсолютно верно. Гитарку на плечо и погнали. И хорошо. Как кочевники прям. Ну да, кочевая такая история. Остальная группа-то не ревнует? Вы знаете, уже нет. Поначалу... Что, было, да? Ну, конечно, да, была. Но когда столкнулись уже вот как раз именно с сложностями, со сложностями вот такого вот рода деятельности. То есть, ну, это же надо ездить, это таскать с собой там педалборды, гитары. Тут, конечно, уже ребята начинают напрягаться, и тут как раз, ну, а как, вот хотите, поехали. Нет, тогда, ну, двигаться-то надо, что-то делать. Ну, в общем, да. В общем, да. Я так понимаю, проект 2006 года, да, где-то примерно образовался? Да, в 2006 году первый альбом вышел в сети с того времени. В сети, это был первый. А сколько их вообще? Пять альбомов. У шести альбомов? Да. А у смотрителя? А вот здесь я уже не помню. Что, больше? Больше, больше, по-любому. Ну, там, ну, у смотрителя там и лет уже, насколько нам... Я понимаю. Ну, слава богу, что больше. Потому что если бы было у шести океанов больше, чем у смотрителя, тогда ревность была бы более серьезной. Ну, это да. Сам пишешь тексты? Сам пишешь музыку? Или все-таки в паре? Нет, пишу сам тексты. Музыку все-таки стараемся как-то делать в рамках коллектива. Ну, основной гармонию приносишь. Там уже как-то дорабатывается. Ну, это стандартная схема, я думаю, многих коллективов. Тексты процентов, наверное, на 95 мои бывают, что заимствую у каких-то авторов. Вот, например, у Шеннон. Помпея. Помпея, да. Как группа называется? Небесные боги. Не помню, ладно. Ну, не важно. Наверное, не важно. Группа, там, 95-го года какого-то. К сожалению, сейчас не вспомню автора. Артем, а ты не пишешь текст? Нет, нет. Он в игры играет. Это понятно, все мы играем периодически. Я к тому, что таких амбиций нет, как автора. Нет, ну, каждый должен свое делать. Ну, понятное дело, а вдруг у тебя тоже есть таланты? Не пробовал? Да нет, я только если четверостиший какой-нибудь, могу сочинить смешное и все. Ну, а ты при этом, Сереге, показываешь четверостишие? Я ему их рассказываю периодически. Он ржет и говорит, ну, ладно, ну, хорошо. Ну, да, он не ценит моего таланта. Я почему спросил, Сережа, а если бы, допустим, Артем вдруг неожиданно принес тебе целый текст песни, вот в этом проекте Шеннонов, неважно, смешной или грустный, это могло бы пойти? Или ты все-таки настроен на то, что это только твоя песня? Нет, нет, ну, принес мне ее Артем или принес там... Ну, а это я, вот, комические куплеты, допустим. Комические куплеты, нужно их спеть будет. Ну, в зависимости от текста. Я так ревностно не отношусь, прямо вот только я и все. И, конечно, есть текст хороший, и что-то я в нем нахожу. Ну, а стихи Есенин, вот, пожалуйста, как мы так могли упустить момент? Целый альбом. Проект Шести океанов, это, конечно же, весомая доля. Выслав Масликов, кстати сказать, я тоже знаю об этом, он вопрос задает, ты читать стихи сегодня не будешь? Сегодня? Ну, да, вместе с песней. Сегодня нет. Нет? Не хочешь? Нет, завтра приходите. А, вы, наверное, не с Москвы. Ну... Масликов? Ну, не знаю, откуда он. Нет, давай сегодня без стихов. Ну, вот, ладно, договорились, раз уж ты так настроен. Значит, а все-таки как правильно, панки или панки? Андрей Демьян спрашивает. Ну, не знаю, наверное, панки все-таки. Панки, наверное. Наверное, панки. А тут надо у москвичей спрашивать, это же в Подмосковье станция. Как вот там диалект? Ну, кстати, да. Панки или панки? Панки, мне кажется. Совершенно он-то пел о панки, поэтому так я и запомнил, и по-другому не воспринимал. А может быть, панки? У москвичей бесполезно спрашивает. Ты выйдешь на улицу Москвы и спросишь, как пройти на соседнюю улицу, то не покажут. Потому что я не местный, да? Нет, почему? Местный, потому что он живет в другом районе, и он не знает совершенно этот район Москвы. Москва-то город, мне кажется, на 80-85% приезжие, которые приехали сюда, ну, 10 лет, 15 назад, и не удосужились особо изучить город. Давай дальше, Петя. Что это будет? Следующая вещь с альбома «Сирена», так же она и называется. Поехали. Сегодня здесь шесть океанов. Уже можно смеяться, все поменялось. Цветы на браслеты, бусы на кеды И трансатлантическим ветром Все разбросало, вот и спасибо всем Плюгером, поэтам и стихам, ангелам. Аплодисменты Долго звучали на каждом причале, как мы мечтали с тобой и поцелуев. Алые банты с утра развязались, мы долго не спали нам на восток. Восхищение, восторг, солнца сок. Двое на шхуне, волны уснули, мы перепачкались в море лазурья. Гиперборея, странное царство, и кольца на пальцах, стрелки компасов дрожат. Гиперборея, странное царство, и кольца на пальцах, стрелки компасов дрожат. Гиперборея, странное царство, и кольца на пальцах, стрелки компасов дрожат. Самара любит вас всей душой. Такое ощущение, что вся Самара сегодня здесь собралась и слушает эфир. По крайней мере, поздравления и добрые слова от самарских жителей. Вот Дмитрий Светлаков написал, всем привет. Пишу из малозаметного, малозаметного города Уварово. Есть такой вопрос, будут ли реализованы, будет ли реализована студийная запись песни фотографий с лайф альбома за 500? Очень уж нравится. А вы знаете, возможно, вот в рамках станционного смотрителя сейчас как раз такой период, когда мы выпустили альбом «Цепь» и ждем чего-то, над чем будем работать далее. И сделать ремейк на какие-то старые наши вещи – это один из вариантов. Так что, ну, думаю, на этот вопрос мы ответим, может быть, через месяцок, вот так вот, может, через парочку. Ну, то есть, пока еще размышления. Ну, пока еще, да. Пока размышления. Пока тур там, пока рамки. Значит, точного пока еще ответа на этот вопрос. Нет. Владислав вот еще спрашивает. У проекта «Шесть океанов» много песен по текстам Сергея Есенина. Я слышал большое количество таких песен у других групп, но в исполнении Снеговского они звучат как бальзам на душу. Чувствуется искренность в этих песнях. Снег точно передал то, что хотел сказать своими стихами Есенин. Его личные переживания. Спасибо проекту «Шесть океанов» за это, да и вообще спасибо за то, что они есть. Вот что касается Есенина в таком случае, это особая любовь, я так понимаю? Ну да, это мой любимый поэт. Вот так получилось, что к нему кто-то пристрастил или сам выбирал уже, что называется? Как-то само собой. Вообще вот не привык ничего делать из-под вот надо или выжимать из себя. Нет. Почему-то в один прекрасный момент взял книжку Есенина и понял, что это мое и многое связано теперь у меня с творчеством Сергея Саныча. Не, ну это круто. Есенин вообще крут. Что там, как нынче модно говорить, да? Он крутой чувак, крутой поэт. Здесь вот еще один слушатель ваш и поклонник, судя по всему, из Самары. Я просто вижу по профилю Дмитрий Шалагин. Звук обалденный. Просто звукорю спасибо огромное. Да, за звук огромный. Спасибо, замечательно. Сергей Егорев. А Дмитрий, который, вероятно, не слушает радиостанцию и свое радио или программу «Живые», выходящую на этой станции в постоянном режиме, хочу сообщить, что у нас со звуком всегда. Хорошо, мы, собственно говоря, ради этого станцию и строили, чтобы звук был как можно более качественным. Я вот что подумал. Наверное, бы стоило сейчас еще что-то спеть, потому что ты говорил, что здесь песен надо, да, успеть? Да. Сейчас какая? Четвертая пойдет, по-моему, да? Да, ну вот, коль мы вернулись к творчеству Есенина, довелось, имело удовольствие выступать в музее, вот в городе Москвы, Государственный музей Сергея Александровича на день рождения поэта этой осенью. И к 120-летию поэта в этом году у нас тоже планируется большой тур по России, ну, следите за информацией. То есть именно песни Есенина? Да. На тексты, или на стихи Есенина песни? Да, да. Окей, это вообще круто. Поехали. Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив? Не смотря в лицо, от страсти мляешь, мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не грунт. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ, знаю я. Пусть твои полузакрыты очи думаешь. О ком-нибудь другом, я и сам, люблю тебя не очень, утопаю в дальнем дорогом. Отвернув к другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь, тихо, добрый вечер, я отвечу, добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж так любить не сможет, кто сгорел, того не подожжешь. И когда с другим попереку ты пройдешь, болтая про любовь, Может быть, я выйду на прогулку и с тобой встретимся мы вновь. Отвернув к другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь, тихо, добрый вечер, я отвечу, добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж так любить не сможет, кто сгорел, того не подожжешь. Ну, Есенин, он и есть. Ну, вот очень переволновался, перепутал тут слова в куплете. Ты даже не заметил, Артем, да? Нет, я не знаю. Мастерский перепутал. Никто не заметил. А когда начинаешь думать, вот, когда начинаешь думать, обязательно. Ну да. Никто не заметил. Я заметил же, что-то не так, но что не так, я не понял, да? Температура в воздухе не та. Человек пытается помочь сейчас с ударением, а ударение в слове «панки» на букву. А дальше, вот показать бы тебе, что в смс-портале высветилось, я так и не понял, на какую букву. Ну, просто привстань, что ли, не знаю. Вот, на букву и дальше какая-то, извините, хрень? На какую букву, я так и не понял ударение. То ли на «а», то ли на «и». Ну, не знаю, я вот сейчас не увидел сейчас там что-то написано. И так и я не вижу, потому что тут какая-то абракадабра. Я вижу только ударение в слове «панки» на букву. И дальше пошла абракадабра. Ну, просим уточнить, пожалуйста. На «и», наверное. А, или «и» всё-таки. А вот каждый день я ищу в Москву со станции «панки» песня понравилась, однозначно буду слушать эфир дальше, пишет Алексей. Например. Значит, «панки» – остановочный пункт, пассажирская платформа Рязанского направления Московской железной дороги в городе Люберцы Московской области находится в границах станции Люберцы-1, бывшая узловая станция. Наташа Давыдова. Вот приятно, когда помогают аудитории. Спасибо большое. Ну, я, в общем, тоже предполагал, что «панки» на самом деле, но всяко может быть в этой жизни. Я уже неоднократно приводил пример, когда читаешь фамилию человека Иванов. Он говорит, я не Иванов обиженный. Он говорит, я Иванов, а где же я это мог прочитать, что ты Иванов? Поэтому, может, когда я увидел речку Вобля в первый раз в своей жизни своими глазами, причем не так просто увидел на карте, а реально мост и речка Вобля, а потом узнал историю названия этой речки, когда казаки шли по карте, ну, то есть рисовали свою карту, сверяли, так сказать, местность той картой, которая у них есть. Вот они идут, идут и выходят из-за холма, а тут речки. Один из казаков говорит, во, ну, так и назвали. Потому что на карте этой речки не было. Так и ничего, и живем же мы с этой речки, и никто не беременовывает ее. Поэтому всяко могло быть и панки, и панки, панки. Замечательно, теперь будем точно знать, что панки. Ну да. А шесть океанов, в каких мероприятиях в этом году вы планируете выступить в Самаре? Спрашиваю человека. Есть какие-то планы на родной город? В родном городе уже прошел концерт, у нас посвященный девятилетию проекта. Вот совсем недавно, 28 февраля, в последний день зимы. Ну, в ближайшее время, ну, наверное, на летних open-air, то есть когда, может быть, на острове Проран будет фестиваль. Осенью только, если... Не, ну, летом на open-air, вот если будет что-то, то, конечно же, мы там с удовольствием приедем. Остров Проран, это там у вас? Ну да, остров на Волге. Это реально остров, да? Да. Большой? Да, достаточно большой, там даже живут люди. Раньше там работали, жили немцы, пленные. Как тюрьма для них была, что ли? А? Как тюрьма была. Ну, если это остров, то он со всех сторон окружен водой. Ну да. Как я понимаю. И оттуда так просто не сбежишь. Что-то они там делали. Ну, там даже бочка закопана немецкая такая вот. Есть такое место, я знаю, где там бочка закопана. Вот с тех пор еще она там. Железная? Железная бочка, да. Она пустая? Не знаю. Не открывали ее. А почему ты знаешь, что она немецкая? А на ней прямо написано по-германски. Ага, то есть, в принципе, зачем у нее закопывали? Понять с ними. Слушай, а может там... Может там спирт там или что? Знаешь что, если бы там был спирт, я полагаю, его бы там давно уже не было. Тем более, когда проходит фестиваль. Местные мужички уже давным-давно оприходовали. Скорее всего, там что-нибудь невкусное. По запаху-то люди ориентируются хорошо. Александр Демон спрашивает, не планируете ли вы снимать видео к песне? Было бы очень интересно посмотреть на творческую визуализацию таких прекрасных песен. Сегодня пытались. Сегодня как раз пытались снимать по пути сюда. Мы ехали в последнем вагоне и снимали железную дорогу, пейзажи. Я написал стихотворение, кстати, по пути сюда, в Москву. А ты его не помнишь, естественно. Ну, конечно, нет. Ну, да. Ну, понятно. Слишком свежие. Понятно, понятно. То есть, снимаешь железную дорогу, ты потом подложишь туда видеоряд какой-то? Вот для этого и снимали. Круто. То есть, есть какие-то планы на видеоклип уже? Ну, да. Хорошо. Будем ждать. Значит, Ира Жара пишет, на Есенина надо же, сколько музыкантов на его стихи и песни делают. Прям можно целую подборку делать стихи Есенина глазами или музыкой разных исполнителей. Все же не зря Сергея Саныча называли первым рок-н-ролльщиком страны. Ну, очень удобный размер у него стихотворный, что ложиться на музыку достаточно комфортно. Это очень удобный размер. Я вспомнил, что рост у него был 1,67 м. Я подумал, ты об этом. 46-47 – это короткий номер для смс-ок. 46-47. Сначала пишите свои, делаете пробел. А я, кстати, Маяковского большим рок-н-ролльщиком считаю. А ты попробуй спеть Маяковского. Нет, ну, вообще, по духу. А я считал Высоцкого первым. Нет, ну, Высоцкий он позже. Если мы вот про тот… Нет, ну, если иметь в виду совсем рок-н-ролл, так уж, наверное же, Высоцкий. Помимо текстов там еще и музло, там еще и вокал такой. Ну, это вообще дело каждого, на самом деле. Пусть будет Есенин, мне не жалко. Вот на примере последней песни поняла, наконец, отличие текста песни от стихов. Тут были именно стихи, пропетые в сопровождении гитар, пишет Юлиусов. Ты, кстати, делишь эти понятия стихи и тексты? Нет? Многие делят. Да нет, разные, скорее, вещи все-таки. Да? Стихи, стихи, да, тексты, песенные тексты. Вообще, вот, позиция Егора Летова достаточно интересная в этом плане. В песне достаточно двух, там, может, одной фразы, которая ложится на ухо, запоминается четко, а все остальное вроде как бы уже и не важно. Вот. Ну, я не совсем с этим согласен, но все-таки в этом что-то есть. То есть, вот, по крайней мере, в творчестве Егора Летова сложно воспроизвести все вот как его тексты, за исключением каких-то отдельных строчек, посылов. Угу, угу, угу. А, там, кстати, вопрос мелькнул, не готовятся ли каверы на ГО? Нет, в планах пока нет. Нет таких мыслей, нет? Ну, было бы, мне кажется, интересно вот именно в твоем исполнении эти песни, потому что эта манера, она где-то, мне кажется, и тебе близка. Ну, традиционно, вот, в Самаре, за исключением вот этого года, на Вечере памяти Егора Летова я всегда принимал участие, да, с удовольствием. Ну, вот, видишь, значит, ты пел его песню. Да, 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 конечно. Так, может быть, не помнишь ничего сейчас? Сейчас, что ли, спеть? А да, а почему нет? А почему нет? А почему нет? Можешь? Конечно. Давай. Подвязать штаны продолговатым ремешком и ступать вперед, надеясь, что была и у тебя когда-то жизнь как... Ну ладно, не будем дальше. Малина! Спасибо. Спасибо. Но в любом случае, теперь уже не только я, я знал, что это будет звучать красиво, и аудитория теперь знает, как это может звучать в твоем исполнении. Значит, Маяковский на рэп ляжет, мне кажется, прости господи. Ну, не знаю, на какой рэп еще положить, тут тоже все не так просто. Группа Аукцион умудрялась петь песни на стихи Хлебникова, так что Маяковского, я скажу, не только группа Аукцион умудрялась петь песни на стихи Хлебникова. Есть вообще коллектив, который, в принципе, на Веденского и Хлебникова только и поет практически на их стихи и замечательно себя чувствует при этом, и красиво это, между прочим, звучит. Время пришло для песен творчества группы «Шесть океанов». Следующая вещь называется «Одиночество». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» и поехали. Одиночество плесень совсем не для меня В затяжном моем прыжке, в изумительном прыжке Из утробы в могилу убедился в этом сам Который раз подряд Снова осознал Вчера в полную силу Тает, тает Недосказанное слово Сердце знает И уже не ждет другого Километры кинопленки Гигабайты Фотосъемки Фотосъемки Одиночество плесень Совсем не для меня В затяжном моем прыжке В изумительном прыжке Из роддома в могилу Убедился в этом сам Который раз подряд Снова осознал Вчера в полную силу Тает, тает Недосказанное слово Сердце знает И уже не ждет другого Километры кинопленки Гигабайты Фотосъемки Гигабайты Гигабайты Ну что, красиво! Спасибо! Красиво! Давай-ка напомним о концерте Который состоится завтра? Завтра в клубе Вермель Всех ждем на наш концерт Клуб находится Раужской набережной 4 Начало в 7 часов вечера При участии группы Тихие игры И Максима Аншукова Группа Ключевая Добро пожаловать, друзья! И девушек Поздравим Сегодня Заранее С 8 марта И завтра И завтра на концерте С удовольствием сделаем Естественно! Ну я сейчас хочу тоже напомнить Что группа Тихие игры сегодня Тоже Поприсутствует в эфире Поиграют они Свою уже электрическую Программу Чуть позже В следующем часе это будет Таким вот образом Мы анонсируем Завтрашний концерт К сожалению В этот период времени Группа Ключевая Не смогла подъехать К нам на эфир Так чтобы три группы Сразу сыграли За одну программу Такого вообще никогда не было бы Но тем не менее Вот как минимум две Сегодня вы сможете услышать Для того чтобы завтра Пойти на концерт Понимая на кого вы идете Если до сих пор Вы не знали Например коллектив Шесть океанов Хотя сегодня мне кажется Здесь все больше Та аудитория Которая вас любит Потому как я вижу Массу новых Для себя имен Аватарок Я по ним сильно ориентируюсь У меня память зрительная Хорошая А если человек Меняет аватары Ты знаешь Я тогда заглядываю В профиль Чтобы понять Насколько человек Изменил свою внешность Вот я смотрю Например на Владислава Масликова Даже если бы он Трижды менял аватару Город Мучкапский Как у него написано А может Масликов Нет Масликов Я просто не помню В нашей географии Кстати что касается географии Поиграем Спрашиваю я у аудитории Своего Любят они просто перекличку У нас как-то так завелось Что люди пишут Город в котором Они слушают эфир Я думаю вам самим Было бы любопытно Узнать Откуда сейчас Ну понятно что Самара сейчас На первом месте Но тем не менее Мало ли вдруг Помимо самар Самар любим Давайте напишите Просто одним словом Хотя бы город В котором вы слушаете Сегодня эфир Парням будет любопытно Какова география аудитории Сегодня у программы Живые Вот что касаемо творчества Я понимаю конечно Что творческий человек Я говорю так Я сам человек творческий Да Режиссер по образованию Театральный Чтобы уже как-то так понятно было Творчество это как зуд Такая чесотка Именно Оно заставляет Вынуждает человека Не спать Просыпаться среди ночи Не знаю Писать тексты Вдруг неожиданно Ночью приснилось Что-то сел Написал Если поленился Завтра забыл Я помню такие эпизоды В моей жизни Конечно я никогда текстов Писен не писал Но были Была необходимость Придумывать какие-то Интересные ходы для рекламы Я много-много лет Параллельно с Ведением эфира Занимался производством Радиорекламы И вот ляжешь уже перед сном И опа мысль пришла Думаешь нет Завтра напишу Просыпаешься утром Тетически Хородовой А что это было Было какая-то классная Ни в коем случае Нельзя это дело упускать Нельзя Обязательно Оставить следочек А дальше уже Будет проще Этот следочек превратить в большой след Вот что касается Этого самого творческого зуда Как часто Он на тебя нападает Вот Неожиданно Получилось так Что после Выхода альбома Станционного смотрителя Цепь Я думал Что Ну месяца три Как правило Мне нужно на то Чтобы пустота Начала наполняться Как-то А Но неожиданно Случилось вот за Достаточно Долгий период времени Это впервые такое Что три песни Буквально Были написаны За один месяц За январь Вот Ни с того ни с сего То есть даже Предпосылок-то к этому не было А они появились Вот И я был сам Очень удивлен Потому что я планировал Начать творческую Какую-то работу Там что-то вот Придет Думал ну где-то к марту Вот А в январе То есть То есть у тебя так Творческий приходит Зуд обычно где-то к марту Ну Ха-ха Да нет Просто Мало ли После выпуска там Выпуска пластинки Какого-то продукта Как правило Ну наступает Такой вот период Опустошения То есть Запустил Все в народ И уже То есть как бы Нужен период восстановления А тут вот получилось Что и периода Периода-то этого не было То есть сразу как бы Начали писаться новые Ну вот После января Зато ничего Пока тишина Угу Ну ничего придет Да придет конечно Чего сказать-то Если группа с шестого года существует Надо посчитать Девять лет да За девять лет пять альбомов Но это ничего себе Это вполне себе Плотненький такой график Так это еще К тому что Помимо да Станционного смотрителя еще Так что тебе нужно отдыхать Время от времени мне кажется Кстати вот Ребята хотел бы Пользуясь эфиром сказать Есть у нас такая аббревиатура Как СС Это называется Мы никакого отношения Ну понятно Не имеем здесь Понимаете в чем дело Здесь ну СС станционный смотритель И Сергей Снеговский Это вот чисто Потому что вопросы задают Достаточно такие Ну провокационные Я бы даже не Мне даже в голову не пришло Об этом бы спрашивать Ну вот тем не менее Бывают такие вопросы Ну хорошо Ты сразу ответил на вопрос Который пока не задавался На всякий случай Чтобы его не задавали больше Окей Ну если интересно я почитаю Во-первых вот Привет Сергею Снеговскому Из города Краматорска Это Украина Я думаю объяснять не нужно Чикаго например Сегодня слушает Программу Часто Ну вот сегодня тоже Самара Понятно Монреаль Это Канада Сызрань Петербург Ижевск Ульяновск Город название которого Очень люблю Потому что долго заучивал Сыктывкар Ростов-на-Дону А вот еще один город Который я тоже уже полюбил В Ростовской области Семикаракорск Произнеси сразу С первого раза Семикаракорск Может быть Семикаракорск Семикаракорск У меня там тетя живет Ах так тебе проще Теперь я знаю Где правильно стоять ударение Значит Курган Питер Ухта Харьков Ой потерял Нефтьюганск Псков Лондон Волгоград Нижний Новгород Новосельцы Мучкапского района Тамбовской области Барнаул Минск Беларусь Минск Беларусь одним словом Хорошо Значит Сальцы Новгородская область Или Сальцы Сальцы по-моему Зубцов Тверская область Щучья Это Курганская Челябинск Армавир Это Краснодарский край На всякий случай Балашов Это Саратовская область Ижевск Нижний уже был Казахстан Уральск Алчевск Рига Воронеж Камрад Это Молдова Опять Семикаракорск Ударение на О правильное Да Семикаракорск Все-таки Семикаракорск Спасибо Олег Написал Сураевка Я родом недалеко оттуда Пишет Олег Значит он точно знает Балашха Опять-таки Еще раз Лондон Это уже другой человек Из Лондона Я так понимаю Ну хватит Пишет кто-то Евгений Караванов Ну хватит Ну правда да Скопин Рязанской области Ну в общем понятно Что география широкая География большая И я думаю что вас сейчас Это как раз должно подогревать Для того чтобы спеть Еще одну песню Песня посвящается Моему отцу Называется она Папа Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня шесть океанов Поехали Отряхни сапог пыль Проходи Папа Ты приходишь не часто Из-за Облачных стран Заложи сто грамм за ворот Ложись Отдыхай Выключай телевизор Я принесу тебе чай Когда тебя нет рядом Я боюсь И темноты И шороха чужих шагов Когда тебя нет рядом Я боюсь Что я еще не готов Что я к жизни еще не готов Помнишь как играли в шахматы с тобой Ты поддавался мне Курил свой беломорда Так что Хоть вешай топор Помнишь те рыбалки И наши леса Мои первые двойки в дневнике И учителей глаза Когда тебя нет рядом Я боюсь И темноты И шороха чужих шагов Когда тебя нет рядом Я боюсь Что я еще не готов Что я к жизни еще не готов Отряхни сапог пыль Проходи Папа Ты приходишь не часто Из-за облачных стран Заложи сто грамм за ворот Ложись Отдыхай Выключай телевизор Я принесу тебе чай Аплодисменты Никаких комментариев здесь я давать не буду Мне кажется, когда человек поет о чем-то личном Это должно оставаться вместе с ним Фелик Железный пишет Это давно уже было написано Хочу немножко разрядить обстановку Касаемо переименования топографических объектов Пишет Феликс В Новгородской области В 80 км от Валдая Есть Точнее была Река Явонь Так вот ее переименовали В Явань Глупо по-моему Я вам скажу Есть Очень любопытный Населенный пункт Который находится Ну прям впритык Городу Краснодару Когда я называю его Произношу его название Народ ржать начинает Называется Поселок Яблуновский Только там первая буква Я Почему-то все полагают Что там первая Е И дико ржут на этот счет Уж мне кажется Действительно Можно сколько угодно переименовывать Но Никуда не деться От исторических корней Так что Тему мы уже проскочили Но было прикольно Просто узнать Что это такая была речка Яволя Наверное Село есть Жареный бугор Тоже неподалеку Самаре Есть поселок Ладно я смягчу Лядищево Там первая буква Б еще Причем реально На картах На знаках дорожных Богат Богат Наша И люди живут же там И ничего И нормально себя чувствуют Вполне себе Куда им деться Куда им деться Вот какая-то Какая штука-то интересует Меня сейчас Когда Допустим Вот если не помню Конечно Может быть это было связано Не с тобой Но почему-то Как-то там задней Что называется памятью Ты же мне кажется Голоса неплохо пародируешь Вообще в принципе Это же с тобой история была связана Да Мы были год назад Ровно год назад Да-да-да Вот значит это ты А покажи что-нибудь Ну аудитории Которая может быть этого не знает На самом деле это прикольно У тебя талант есть В этом смысле Такие таланты нужно показывать Давай-давай-давай Сейчас прыгну Сейчас прыгну Я думал, все прошло, но это лишь казалось мне И боль моя жива, живей меня Судьба коварная, вдруг занесла меня в края Где был с тобой когда-то счастлив я Я думал, я забыл все то, что связано с тобой И жизнь спокойною течет рекой Зачем бы тебя я знал, зачем так нежно целовал Зачем мне эта суета и непокой Пять минут от дома твоего Мне уже не нужно ничего Только посмотреть, только посмотреть в глаза твои Мне бы просто взять и позвонить И судьбу на реке изменить Но в жизни счастья нет и нет любви Ну как мог, как мог, друзья А Пугачёву можешь? Пугачёву, Мугачёву, прикалывайся, да? Нет, здорово, и я считаю, что эти таланты нужно в любом случае демонстрировать Могу Ревякина вот еще использовать? Давай Ревякина, давай, а давай, а чего? Давай, народ, по-моему, сейчас кайфово Кстати, пока ты думаешь, какая песня будет Ревякина Я прочитаю сообщение Парням из тихих игр, передайте привет, чтобы не очковали Пишет Евгений Рубинский А что им очковать? Они сидят, чай пьют, готовятся к эфиру Все у них в порядке Будет Ревякин? Давай попробуем Вообще, зачем тогда тебе с ним пить? Ты, в принципе, можешь заняться Сейчас я вот так вот с наскоку прям не смогу Давайте Не, ладно А кого сможешь с наскоку? Киш Давайте мы лучше Нет, давайте мы лучше сыграем свою Ну да, значит Шоу пародистов А почему? Если у человека есть хороший талант Почему вы этот талант не показали? Ну давай, ладно Давай, давай, давай Какая своя будет? Песня называется «Парфюмер» Погнали В этом доме нет На этой улице нет В этом городе тоже нет тебя Визуально нет Но я как парфюмер Чувствую твой Шанель Ты на фоне комет Золотых эпалет На фоне дальних планет Ищешь меня Так же, как я Как тебя найти В потоке дней Искать среди иллюзий Страх и ненависть Любовь и гнев Смотрите, люди Я кидаю их На север и на юг На запад и восток Терпеливо жду Позывных Хотя бы один вздох В этом доме нет На этой улице нет Таких порочных глаз И на фоне других Синих планет Нас еще нет Еще нас Я не знаю ответ Не знаю ответ На свой больной вопрос Шлю тебе привет Горячий привет До самых звезд Тебя найти В потоке дней Искать среди иллюзий Страх и ненависть Любовь и гнев Смотрите, люди Я кидаю их На север и на юг На запад и восток Терпеливо жду Позывных Хотя бы один вздох Как тебя найти В потоке дней Искать среди иллюзий Страх и ненависть Любовь и гнев Смотрите, люди Я кидаю их На север и на юг На запад и восток Терпеливо жду Позывных Хотя бы один вздох Искать среди иллюзий Эту песню они еще Со станционным смотрителем Исполняют Пишут Владислав Смотри Следян за творчеством Знают Это ж круто Очень хочется услышать Старенькую песенку Под названием Душа СС В смысле Душа Я так понимаю У кого? Сергея Снеговского Или Станционного смотрителя Песня Душа Это Песня Станционного смотрителя Альбом Дочь 2001 год И я ее Помню очень слабо И поэтому Вряд ли Кузьми напомнишь лучше Значит Алексей Степаненко Пишет Такой кайф Что любые слова Всего лишь бледное описание Куча респектов Спасибо Куча респектов А и на концерт Как захотелось Пишет Наташа Давыдова Так а что Какие проблемы? Наташа, да Какие вопросы? Завтра же Легко А тут Дарья Долгова Наташа В прошлые выходные Надо было приходить А почему это В прошлые выходные Надо было И куда? Это к другой Наташи? А, это наверное Тоже Самара По-видимому Наташа Давыдова Да, Самара И это 28 февраля Был концерт просто В рок-баре Подвал У нас Вот Был достаточно мощно И хорошо Девятилетие было юбилей Девятилетие было Ты знаешь Ты как-то так Вот да Как-то и паник Ну так юбилей продолжается 9 лет Юбилей-то еще не было Стукнули Это не до юбилей Какой-то получился Не до Братцы, вот какая штука Я смотрю Это вот у сербов Там у них такая нумерология Что наоборот Нечетные числа Это числа жизни И то есть 9 как раз юбилей А болгары Как тебе вместо Где пламенел закат Ты тоской объят Пробирался Обраком черным И не слышны шаги Вечер след укрыл Берег серый Плескался челном Ждали весла Рук игривых Где поток влечет Только путник Мылся кривой Да немел плечом И остывал Анон Где раздумий пол Ты не мог С уключенной сладить Кто-то стерег Висок И затылок Жег И в эстон От голоса кратный Где-то степь Дышала Жарко Ну вот я думаю Хватит Сегодня уникальный Уникальный эфир Сегодня в студии Программы Живые На своем радио Группа Шесть океанов Группа Станционный смотритель Группа Гражданская оборона Группа Владимир Кузьмин Калинов мост И закроет Сегодняшний вечер Команда Тихие игры В общем Сегодня что творится В этой студии Не передать словами А вообще Шесть океанов И Сергей Снеговский Вместе с Артемом Некрасовым Это и есть Собственно проект Шесть океанов Для тех Кто может быть Подопоздал Или приподопоздал Начало программы Наверное глупый вопрос Ревякин это кто Спрашивает Алексей Макеев Не приходилось раньше слышать Если человек шутит То шутка Странная Как минимум Хотя С другой стороны Был как-то эпизод Я постоянно его вспоминаю Когда разговариваем Мы в эфире В программе Живые С Григоряном Песни само собой Звучат Группы Товарища Григоряна И вдруг получаем СМС Какие классные песни Раньше я никогда не слышал Я вот так что-то Тогда подумал Ну наверное Действительно Можно не знать Такие группы Как Крематорий Как там Калинов мост Как Машина времени Да Опять же Ну как можно не знать В принципе Группы Которые создали историю Русской музыкальной культуры Это надо где жить В каком месте В каком собственно говоря Бункере Чтобы не понимать Семен Ну может быть Это поколение Молодых людей Которые допустим Только-только для себя Открывают Рок-музыку И начали они Допустим Немножко не с того А с каких-то Нынешних коллективов Которые все-таки Немного отличаются От старой школы Русского рока Да Ну вот писал о том Что не знает Кто такой Ревякин Алексей Макеев Из Большого Болдина Который учится В ННГ Имени Лобачевского То есть в принципе Человек Как я понимаю Уже в общем Должен был бы Знать Ну товарищ дорогой Это группа Калинов Мост На всякий случай Если иметь ввиду Ревякина Ну это так К слову Пора свое что-нибудь Потому что уже минут через 15-18 В эту студию Уже пришли Так подожди Ты сейчас решил их Попользовать сразу что ли? Эта песня исполняется Совместно С барабанщиком Группы Тихий Игр А то есть я их Вовремя в студию загнал Получается Хорошо Очень кстати это вышло Надо же Неожиданно даже Для себя самого Погнали Околицей бродить Цветы в полях не мять Ее одну любить Стихией Посвящать Стихией Посвящать Ронять стакара свет Безропотно принять Неугасимый свет Глаз в сине-зеленую даль Глаз в сине-зеленую даль Полдень в степи Розой обрызгал плечи милой Полдень в степи Розой обрызгал плечи милой Из старых небылиц Куплеты не сложить Не плакать Нету жить Верите, но крутить Верите, но крутить Гуляли юные Таколе пьяные На утро новые Самоуверенные Самоуверенные Полдень в степи Розой обрызгал плечи милой Полдень в степи Розой обрызгал плечи милой Розой обрызгал плечи милой Розой обрызгал плечи милой Бдыщ! Надо было Бдыщ по тарелкам Ну все, получилось Слава Богу Я так понимаю, что у тебя эта импровизация была чистейшая Прямо вот только-только Ну да, но он справился Слава Богу Все сошлось Все хорошо Значит, Самара СК Так пишет человек свое имя Свой ник Самара СК Задам вопрос повторно Видать, я просто промахнулся Не увидел Может быть прозвучит Моя девушка просто без ума от песни Загадка Станционного смотрителя Нет ли планов ее записать В шести океанах? Да нет Она уже записана Спасибо Ответ дам Чего, собственно говоря Нет и все Ну ты точно сказал? Сейчас подумать не хочешь? Нет Мы можем вам сыграть Например, сегодня у нас Вот еще Если время у нас останется Есть, конечно Есть еще пока время А может все же еще и Кишанабис Раз уж обмолвились Пишет Александр Сажанов Спасибо за доверие Ну, наверное, нет Все-таки не готовились Все, девушка прям получилась Много породить Хотя бы хоть и слова У меня там, да Сообрази, вспомните Надо отдельно собраться Вот нам Привет Как он сам ляпнул про Кишата Кто же говорил? Я могу, да Да я знаю, что у тебя Очень хорошо это, кстати, получается Вопрос в Неговском А ты теперь в Москву переедешь И три знака вопроса стоят? Почему теперь? Нет Нет Я люблю Самару И останусь там До конца дней своих Уверен? Ну Пока да По-другому я не планирую Смотри-ка Евгений Караванов Вот что спрашивает Еще у товарища Неговского Есть проект Веобюро Есть А что там? Кавера Ах, так вот для чего? Ну это для поддержки штанов Просто как бы То есть вот там ты поешь Разными голосами? Ну да Там тоже Слушай, а женский мы пробовал? Нет Женский у нас басист поет Не просто интересно Если уж кавера Масса популярных песен Женского вокала есть Это кавер-группа, да? Кавер-группа, да Причем я там пою не один Так что не только там мой вокал А с кем ты там поешь? Ну басист у нас поет А, и басист поет? Да Ну то есть Еще и ведущий на радио На нашем, на Самарском Он является Басист ваш? Параллельно А чего на какой радиостанции? В Самару максимум И чего играют на этой радиостанции? Рок Ну а станционный смотритель? Играют, конечно Да ладно? О, вот это хорошо Знаешь, свои все Все свои, да Ладно, это же не вечер пародий Правильно, правильно Вот люди уже начали нервничать Хватит уже пародий Надо свои песни петь Послушай Я, конечно, понимаю, что Опять-то мы возвращаемся К творческому зуду Это такая штука Важная, как мне кажется Станционному смотрителю Сколько лет-то уже? Действительно Если иметь в виду этот проект основной Лет 20? Ну вот вопрос такой достаточно Интересный Сколько лет группе как таковой? Потому что компания друзей Которые впоследствии Организовали, в общем-то, этот проект Уже лет 20 Ну да, 20 А самому проекту я вот начал Отсчет с выхода нашего первого альбома И когда был уже вот первый нормальный концерт То есть это 2000 год Соответственно, 15 лет 15 лет, да Я к чему задал этот вопрос? Мне стало любопытно На каком году у тебя, получается, возникло желание Создать еще один проект? Ну вот в данном случае 6 океанов Вот надо посчитать Через 6 лет, да, примерно После того, как плотно начали Ну да Работать с станционным смоем Потому что ты не первый пример И масса таких есть случаев Когда действительно музыкант Основного коллектива Создает какой-то маленький Может быть, такой акустический проект То ли от того, что действительно Очень много материала Который никак не клеится С основной концепцией Ну, песен писалось больше Чем станционный смоем Ты смог переварить, вот так скажем Вот так Всегда было интересно Когда это происходит В какой момент Теперь понимаю А если вспомнить сейчас Опять же Те же самые акулы По-моему, там тоже лет 7 Они в одной группе были А потом как-то стали Немножечко расширять Свой спектр А никаких других интересов нет Ну смотри, сейчас модно Электронщиной всякой разной Побавляться Нет желания и интереса Попробовать себя в этом направлении Ну, я вообще как бы Далековато от электроники Но у нас вот есть Саунд-продюсер С которым мы работаем У которого мы записываемся На студии Вот Он человек более продвинутый В этих вещах Я ему абсолютно доверяю И смотрю достаточно ровно То есть вот то, что он делает У нас альбом На миллиарды зим В невесомость Там очень много электроники Он нашпиговал Там прям нормально Материалы Достаточно ровно Я к этому дышу То есть тебя никак Это не смущает Ну, очень хорошо Значит, действительно Интерес к развитию есть Смотри Катюшка Лебедева Какой написала Простыню практически Кроме разного рода Поп-исполнителей Коллективов Типа Писнеров В нашу провинцию Не приезжает никто Благодаря ребятам Организовавшим Небольшой рок-бар Очень радостной Неожиданностью Стал концерт Сергея Снеговского Прошлой осенью Несмотря на небольшое Количество народа И скромную обстановку В баре Для меня концерт Стал одним из самых ярких Даже по сравнению С большим клубными концертами Других рок-групп Получилось очень уютно Душевно За что огромное спасибо Сергею В связи с этим вопрос А чем вас привлекают Выступления В таких Небольших Далеких от родной Самары Провинциальных городках Где и зрителей немного И условий Как настоящих клубов Нет практически Понятное дело Что и материальные выгоды Минимальны Но музыканты Люди особенные Получается До встречи Через неделю Пишет Катюшка Из Арзамаса А Арзамас все-таки Да Да ну а что же У нас Что же там не люди что ли Живут Мне вот в принципе Как бы Какая бы площадка ни была Особого значения не имеет Я с удовольствием могу приехать Да и в Бузулук В какой-нибудь там Самарской области И вот Арзамас Ну почему нет Я вообще люблю Дорогу Люблю вот это все Все движение Любой город То есть ты передвижник Я кочевник Да У меня гитару запрещу И поехал Передвигатель Ну а если допустим Ты приходишь в клуб В котором намечено Твое выступление А там три человека Ну и что Будешь пить Конечно Не скажешь Ну нет Мы может быть переедем Из клуба там На квартиру К кому-нибудь из этого Из этих людей Из трех Может и такое быть Вот Ну нет конечно Приеду и выступлю Ну это круто Это еще один Ну слава бог Такого не было Конечно Это напрягло бы Для начала Не-не-не-не Я в данном случае понимаю Я понимаю Я сейчас говорю Мешка о другом Это говорит о тебе Исключительно с хорошей стороны Давай еще попоем Давай А то уже пацаны Вон нервничают Ждут своего выхода Что будет за песня Тальянка Тальянка Это новая вещь Она еще не записана у нас Но вот она Одна из тех песен Которые войдут В программу С 12-летием Сергея Есенина Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Шесть океанов Поехали Сыпь тальянка Звонк Сыпь тальянка Смело Вспомнить Что ли юность Ту что Пролетела Не шуми Осина Не опыли Дорога Пусть несется песня К милой До порога Пусть несется песня К милой До порога Пусть она Услышит Пусть она Поплачет Ей чужая Юность Ничего Не значит Ну а если Значит Проживет Не мучаясь Где ты Моя радость Где ты Моя участь Где ты Моя радость Где ты Моя участь Лейся песня Громче Лейся песня Звяньше Все равно Не будет Так как было Раньше За былую силу Гордость И осанку Только и Осталась Песня Под тальянку Только и Осталась Песня Под тальянку Субтитры спасибо душевно так как черт возьми вот знаешь еще с прошлого раза когда мы познакомились в программе живые я хочу у нас осталось тобой ну пять минуточек еще есть да может еще песенку успеешь петь как минимум одно хорошо я тебя что скажу с тобой то мы пока так визуально прощаемся еще после того как ребята отыграют тоже можно будет попрощаться то лирика которую ты исполняешь те тексты которые ты поешь здесь ну не только есенина и свои собственные в моем понимании да глаза все равно не обманывают в глазах она есть но внешность обманчиво глядя на тебя можно предположить что ты какой-нибудь такой очень жесткий нахальный рокер который поет исключительно через мать на никак не иначе по-другому у него просто не получается когда мы говорили о глазах я ведь тоже не случайно подчеркнул такую штуку что бывает что не бывает когда человек обманывается внешность бывает обманчиво глаза нет в глазах у тебя та самая как мне мама говорила вся грусть еврейского народа твоих ручок отражена там та самая боль душевная которая собственно говоря изливается а чё тёма так ржут и что и замялся да нет это шутках старая хорошая из советских времен добрая шутка тем более к себе собственно говоря применял неоднократно так вот для того чтобы было понятно что я имею ввиду глаза твои отражают твою душу и в этих глазах в любом случае мне кажется в твоих глазах и боль и переживание и тоска и и и та самая лирика которой ты пользуешься которую ты изливаешь на души и сердца людей вот это никогда не обманет правда спросил себя это круто это правда круто чем ты закончишь сегодня свою программу плен может ну давайте белые платья например сыграем а мы не как или загадку девушка просил загадку не помню один сыграешь давай сыграли все отдыхай . принесла мне цитратку и ручку дала папа загадай мне загадку чтобы я поняла долго думал я и не знал а потом стрелу и сердце нарисовал что это что это что это что это болеть какая-то что это что это что это что это знаю ли я это сам что это что это что это что это болеть какая-то что это что это что это помню в пятом классе на парте имя написал сердце я его запечатал и стрелою порвал что это что это что это что это болеть какая-то что это что это что это знаю ли я это сам и и и и — Спасибо, Артём. — Ну что, меняемся местами, но вы еще пока не убегаете, я как поняла, все-таки вы еще здесь, будем продолжать сегодняшний эфир, теперь у нас смена состава, впервые такая история, будем смотреть на то, что у нас получится. Группа «Тихие игры» сейчас придет, они в студии возьмут инструменты в руки, а я пока прочитаю вот сообщение, которое мне приглянулось от Александра Журавлева. Сереж, послушай, это тебе. Не знаю, где у станционщиков был первый концерт, но мой первый рок-концерт как раз был с их участием. Первый рок-концерт у человека был с участием группы «Станционный смотритель». Александр Журавлев, «Станционный смотритель». Помню, было холодно, ноябрь-декабрь, год, наверное, как раз двухтысячный, ДК «Дзержинка». Запомнилось две вещи. Станционщики, зажегшие зал, и пьяные футбольные фанаты, которые пролазали через разбитое окно в мужском туалете, так как у них не было денег, чтобы заплатить за вход. Вообще рад за парней, что у них все получилось в плане музыки. Наверное, приятно узнать, что первый рок-концерт у человека был именно на группе «Станционный смотритель». Ну что, давайте теперь будем знакомиться с группой «Тихие игры». Надо, наверное, поздороваться с аудиторией по очереди. Гитара-вокал Лукьянов Евгений. Где у нас Лукьянов Евгений? Микрофон, можешь сказать что-нибудь? Всем привет, здравствуйте. Вот, молодец, получился. Еремин Павел, гитара. Вон тот микрофон есть, чтобы было удобнее. Привет. Ну ладно. Бас-гитара Сураев Леонид. Это я. Здравствуйте. И, наконец, четвертый участник коллектива, который сегодня уже пробовал звучать, это барабанщик Любщич Андрей. Правильно? Привет. Вот. Все они уже здесь и готовы представить свою музыку. Давайте прям сразу грянем, а потом уже начнем разговоры разговаривать. Ладно? Еще раз напомню, сегодня еще полчаса в эфире группа «Тихие игры». Готовы уже? Да? Секундочку. Мы ждем. Поехали. Этот первый снег будоражит. Этот тихий смех нас сжигает. Это привет, это прощай, это чуть теплый на кухне чай. Это вот им, это вот нам, а это осталось моим врагам. Да поможет нам рок. Этот первый снег утешает. Этот теплый снег обжигает. Это нельзя, это вот можно Но только, пожалуйста, осторожно Мы даже не здесь, мы даже не там Мы все пока, но пасаран Да поможет нам рок, да поможет нам панк-рок Да поможет нам рок, да поможет нам панк-рок Да поможет нам панк-рок Да поможет нам рок, да поможет нам панк-рок Да поможет нам панк-рок Это практически панк-молитва Вот она, самая настоящая молитва панков Да поможет нам рок, можно повторять сколько угодно долго И ждать того момента, когда действительность не зайдет Знакомьтесь, это группа Тихие Игры Так же точно из Самары, как и из Шесть Океанов У них завтра совместный концерт И так случилось, что приехали они вместе Ну и вот, сейчас я объясняю причину Люди спрашивают, а почему две группы? У нас такого никогда не было, правда Потому что как-то неудобно было ребят оставить на улице Ну раз уж приехали, чего бы не зайти к нам, не поиграть, правильно? У нас место доброе, доброжелательное Мы всем рады Какая резкая смена обстановки, пишет Владислав Масликов Заманчиво, ну правильно, совсем другое звучание Потому что полный звук Рассказывайте о себе, потому что я знаю Вы существуете ведь тоже немало лет уже Чуть ли не столько же, сколько и станционно смотрите Да, 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 да Ну, это смотря как От какого времени отсчитывать? От какого времени отсчитывать? Ну, конец 90-х же Да, конец 90-х Вот начинался ансамбль как В коморке с что за вактовым залом То есть в школе Перед вот Или сегодня, или вчера Вот был нам 17 лет День рождения Вот Ну нормально То есть 17 лет в одном составе? Нет, нет, нет Состав вот сейчас поменялся То есть от старого, от самого первоначального Остался я один Вот Отец-основатель Так или иначе, все равно все вместе шли на одной сцене Да, и мы все друг друга очень знаем Ну вот Человек написал, не помню где Кто-ли в чате Я просто запомнил А вот Евгений Караванов пишет Ну и кто скажет, что Самара не рок-н-ролльный город? Да, конечно, рок-н-ролльный Кто не говорит Круто, ребята, молодцы Илья Тиняков Ну то есть потихонечку аудитория сейчас начинает радоваться тому, что вы здесь Во, наконец, полносоставная музыка Илья Усова Любит у нас народ когда громко Давайте так Попытаемся спеть больше, чем могло бы быть Потому что мне кажется, что раз уж вы здесь всего на полчаса Надо показать вас как можно более продуктивно с точки зрения музыки Конечно Это говорить-то мы не любим А потом Почему? Нет? Ну тогда нет Ну и говорить тоже мы будем обязательно Давайте споем Как называлась первая песня, так, кстати? Первая песня называлась панк-рок Оригинально Логично А вторая будет? Вторая называется «Твой космос» Так, уже интереснее Как всегда, в программе «Живые» здесь сегодня тихие игры Поехали Представь себе Твой последний выдох Одеялами накрыли с головою Отпустили кричать, орать, завидовать Этого больше ничего Этого больше ничего Голос, родившись на стыке Голос, родившись на стыке созвездий Представь себе Представь себе Твой последний выдох Одеялами накрыли все Готовы ориентиры кричать Орать, завидовать Этого больше ничего Представь себе Все остановилось Все остановилось Не будет ни начальников Ни пряников Ни чувства вины Ни этой стены В которую Толбишься, толбишься Твой космос Ждет тебя Твои реки Потекут к тебе Ты услышишь Свой голос Ты услышишь Свой голод Родившись на стыке Созвездий Твой космос Ждет тебя Твои реки Потекут к тебе Ты услышишь Свой голос Ты услышишь Свой голос Родившись на стыке Созвездий Редактор субтитров А.Семкин Твой космос Ждет тебя Твои реки Потекут к тебе Ты услышишь Свой голос Ты услышишь Свой голос Родившись на стыке Созвездий Твой космос Ждет тебя Твои реки Потекут к тебе Ты услышишь Свой голос Ты услышишь Свой голос Родившись на стыке Созвездий Твой космос Ждет тебя Твои реки Субтитры делал DimaTorzok Таких вот вещей на самом деле Ну привыкайте Есть у вас что-то в записи в хорошем качестве? Да У нас альбомная история Богатая с 2003 года Поговорим после эфира Но когда аудитория Начинает тут же требовать в ротацию То в общем я никак не могу отказывать в этом удовольствии Тем людям, которые Слушают радиостанцию Группа для меня открытие, определенно буду слушать Пишет Владислав Ангеловский, это кстати один из тех, кто любит Тяжелую музыку Ну такой металлист, такой конкретный человек Ну как я помню, могу ошибаться, правильно Юля? Я по-моему не ошибаюсь Ангеловский же как раз из тех, кто любит потяжелее Панк-рок набирает обороты Очень-очень классно и мощно Владислав Масликов пишет А почему же все-таки тихие игры, музыка-то громкая Ну я ждал этого вопроса Не любят обычно музыканты отвечать на вопрос Почему коллектив называется так А не иначе Это группа открытий для меня сегодня Я поражен, пишет Илья Тиняков Ну это наш мем внутренний Но поражен он в прямом, в хорошем смысле Впервые слышу их, ну какие же они шикарные Ребята, вы супер, однозначно в плейлист Наташа пишет Спасибо Не ожидали Да ладно Не ожидали Давай так Ожидали, но не так Парни, звучите круто Самара замерла Пишет Евгений Рубинский Братцы, вот какая штука В Самаре еще помимо вас Ну для нас всегда самарскими группами были Я знал ваше название Прямо скажем Группа тихие игры у меня где-то там в закромах памяти моей Как коллектив существовал достаточно давно Но просто не до всего сразу можно добраться Первыми до кого мы добрались Это был Нобу Диван Это Серега Табачников Да, вот потом уже были Санкционный Смотритель потом уже был Ну понятное дело Шесть Океанов выходит так уже в их лице А теперь вот и вы И это здорово Это замечательно Будем Самарский блок в эфире своего радио расширять Соответственно ваши горожане теперь будут вами гордиться еще больше Мне вот любопытно Почему вы со Смотрителем так близки Только потому что из одного города Вы очень часто играете вместе У нас с этой группой очень связано То есть и мы выступаем Вместе все время Вот и завтра опять вместе От Сергея всегда идет поддержка С года так 2005-2006 Он всегда вот что-то подсказывает Там куда-то нас берет В 2013 году вот он брал нас также в вермель То есть вот сейчас он практически нас в чехле привез Он ваш продюсер получается Ну так Не штатный Спасибо огромное ему Получается что и музыкант на самом деле импортируется не первый раз Да были фестивали Музыканты импортируются Хорошо звучит Ну что друзья мои Я сейчас обращаюсь к аудитории своего радио Знакомьтесь Коллектив сегодня здесь всего на полчаса К сожалению Можно было бы конечно Полноценный эфир сделать с ними Но пускай будет так Хотя бы полчаса для того Чтобы вы познакомились с этой группой В любом случае найдете их Вот народ начал уже выкладывать ваши песни из контакта Сюда же прям в обсуждение Сигареты на столе И землянин Две уже выложили Ну землянин это раньше была наша визитная карточка вообще От чего раньше? Сейчас уже не поете? У нас остался изменился Много стал вредных придирчивых Ну нет И много новых песен То есть материал Вот сейчас у нас набирается материал Ну как бы Хочется и новое показать В Самаре Да Новое в Москве Это звучит хорошо Да На своем радио Показывайте все лучше Давайте так Давайте у нас еще есть Какое-то время еще есть Давайте покажем еще что-нибудь Ну прям такое забойное Ну давайте немножко Сейчас вот две песни были Какие-то более-менее такие серьезные Сейчас немножко пошалим Давай То есть Такая юморная песня Она называется Король корпоративов Ну я надеюсь ты понимаешь Мата не будет Вот мы в радиоэфир Мата не будет Но Я смотрю там Слова немножко Снег там что-то сразу руками замахал Аккуратнее с текстами Ладно? Вы мне прям То есть Угромый вид сделаете И все После того как ты споешь Нет там никакого Ладно я поверю на слово Ладно поехали Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Тихия игра Я не могу спать с тобой без презерватива Я его величество, король корпоратива Короли рока гонули в лету Короли хип-хопа заняты минетом Короли блюза ползают на пусть Королями кора стреляют из авроры Я не могу спать с тобой без претерватива Я его величество, король корпоратива Я не могу спать с тобой без претерватива Я его величество, король корпоратива Видели ночь, гуляли всю ночь Это не моя песня, но у меня растет дождь Нужно бабла, чтобы жизнь удалась Нужно баблишка, чтоб жизнь не пила слишком Я не могу спать с тобой без претерватива Я его величество, король корпоратива Я не могу спать с тобой без претерватива Я его величество, король корпоратива Я его величество, король корпоратива Я не могу спать с тобой Без претерватива Я его величество Король корпоратива Я не могу спать с тобой Без претерватива Я его величество Король корпоратива Ну как вам вот такое сравнение Блин, напомни, ранний наив Пишет Лекса Но группу наив-то знаете наверняка Вот видите как Народ начал выкладывать ваши фотки Ссылку на вашу группу Прямо здесь в обсуждении ВКонтакте Ребята молодцы, приезжайте к нам в Арзамас В рок-клуб РАН с концертом Александр Хлопков Мы как всегда стараемся показать Интересных музыкантов в программе «Живые» И это не случайно Для того, чтобы аудитория к вам Хорошим музыкантам Сразу начинала привыкать И каким-то образом, может, влюбляясь Сразу же, набирая обороты Своих отношений с вами О концертах узнавала О ваших мероприятиях Поэтому группу вашу выложили Круто Значит Живые сегодня бьют все рекорды Превосходно Имея в виду разнообразие и контраст Ну да, контрастненькость Контрастный душик сегодня у нас такой получается В эфире Что делать? Так вышло В конце концов, иногда даже случайности Бывают полезными Скажите мне, альбомов у вас сколько? Полных Длинных альбомов У нас Мне кажется Три Три Четыре По-русски Не лонгплей Сказал Слово модное К микрофону ближе Слово модное не лонгплей А именно длинных альбомов Да, длинных Он очень за чистоту борется Да Это правильно Говорить надо на русском языке На чистом русском языке Ну-ка, короче, три Как я понимаю, альбома Или два Четыре Четыре То есть не я не угадал Ни два, ни три, четыре Просто записано всего-всего-всего И как-то слеплено Ну так вот У меня написано здесь два альбома Альбом «Тоска» и альбом «Все не нам» Это два альбома 2003-2006 года Они как бы такие топовые альбомы Так, а еще два И человек Нет, наверное, имеется в виду все-таки те альбомы Которые представлены именно в форме альбома То есть целиком Есть какая-то обложка Есть набор песен Потому что на самом деле Песен пишется много Они записываются Они выкладываются Всегда есть в свободном доступе Их можно послушать Но они не оформляются в виде пластинок Не, не оформляйте Ну, к сожалению, сейчас это никому не надо Да, какие-то А народ спрашивает В нашем городе Синглы Какие-то синглы То есть они записываются Делается обложка Все в ВКонтакте выкладывается Это вот достаточно Ну, то есть, в принципе, вы живете там В ВКонтакте Да По сути дела Да И ваша музыка там Ну, что делает? Людям, которые спрашивают про ваши альбомы Там и ищите в группе Группу выложила ссылку на группу Кто-то же выложил-то Юлия Усова выложила ссылку на группу Прямо здесь в обсуждении Поэтому давайте туда Бегите после эфира Смотрите песни Качайте себе Арзамас ждет Что ж такое, Дима? Колодин писал Арзамас уже просто У нас январь-февраль Получились очень Очень Насыщенными Мы уже давно так не выступали Часто То есть январь-февраль Но единственное, что вот Была Самара, Тольятти И вот сейчас вот в марте Мы приехали в Москву Давай тогда напомни Завтрашнем концерте Да Завтра концерт у нас Как бы Опять же под патронтажем Да Под патронтажем Банкует у нас Сергей Снеговский Шесть океанов То есть мы Будем пытаться разогреть И сейчас как бы Мы уже Как бы Греем Да, немножечко Волну Так Вот Приходите Добро пожаловать Позже программа Да, будет побольше Я надеюсь программа У вас? Ну я думаю Нет, в смысле Ваша музыкальная программа Да, да Ну конечно больше Чем полчаса Я абсолютно в этом Убежден Вообще от Сергеевского зависит Ладонько Это все завтра И я думаю Что те, кто сегодня Слушает эфир Уже мне кажется Планы себе на вечер Завтрашний Нарисовали Давайте Дальше петь Что это будет? А у нас Ну как Ну две Ну две Давайте сделаем еще две Следующая песня называется Руку не жал Она с альбома 2006 года Все не нам Тихая игра Поехали Я вхожу тебя домами Я вхожу твой запах липкий Образдаю волосами Обретаю ухмылки Поднимаю руки в небо Падаю на дно стакана Принимаю комплименты Высыпаюсь утром рано Руку не жал Куда-то бежал В сторону ветра И кто-то всерьез Достанет до звезд Умоется небом А ты все так же где-то рядом А ты все так же так близко Примеряешь свои награды Падаешь как можно низко Опускаю руки в небо Не запачкать бы ладони За тобой сплошные стены Меня съедают коридоры Руку не жал Куда-то бежал В сторону ветра И кто-то всерьез Достанет до звезд Умоется небом Умоется небом Руку не жал Куда-то бежал В сторону ветра И кто-то всерьез Достанет до звезд Умоется небом Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ой, прям вот звук этот гитарный Такая радость для слуха Нет, кто пишет? Юляусова пишет Ну любит у нас народ Такой вот когда Жу-жу-жу Жу-жу-жу Тяжелая жизнь, тяжелая Так вместе со Снеговским И приезжайте Он в Арзамасе 14 марта Ты посмотри Арзамас просто Мне кажется Да просто интернет выделили И сейчас канал Там сейчас вред Много-много надо написать Сейчас все закроется И дальше потом все опять Жизнь своя пойдет Полный ход Знакомимся с группой Тихие игры К сожалению Всего-то одной песни У них и остается Сегодня Хотелось бы конечно больше Но это дело времени Правильно Юля Я так думаю Да, это дело времени Материальчика Ну и понятное дело Уже нашего графика Который есть У нас сейчас Месяца на два вперед Планируется эфир Посему это тоже нужно Как-то учитывать Я могу сказать спасибо Прежде всего За то, что вы Вот на такой шаг Рискованный пошли Со Снеговским Вместе Таким прицепчиком Попав Сегодня неожиданно Для нас тоже в эфир Это Так или иначе Наверное Добрый знак Эксперимент Такой у нас сегодня Был первый За почти три года Существование программы Но эксперимент удачный И это не может тоже Не радовать Так как это получается Вот Значит Исполнитель герою Стал напоследок Самое то Будет Народ уже стал требовать Ваши поклонники Тут появились Удивительно Ну да Они просят старых Вот Тут кто-то пишет Пусть пускай Споют На концертах Мы исполняем песни То есть мы Никого не обижаем То есть мы Стараемся Брать Со всего времени Как бы Ну понятно Хорошо Ладно Ладно Тогда какая у вас На финалочку Заготовлена Еще Последняя песня Она новая Она называется Ленин Ленин? Да Офигеть Неожиданный ход Для нас тоже Сегодня вечер Неожиданности Друзья Можно Ленин Ленин Важный момент По хронометражу Сколько она Примерно? Ну Три с половиной То вы нас Если что Просто Нет Я не могу Зачем же Я вас срезать буду Я думаю Что минуты три Не больше Мы быстрее Сыграем просто Играйте как надо В общем Можно быстро сказать Спасибо Спасибо своему радио Спасибо еще раз Снеговскому На самом деле Познакомился С своим творчеством Кстати сказать Поздравляем всех Женщин С наступающим Наших мам Жен Дочерей Сестер Бабушек Да Бабушек Которые отпустили на нас Такой праздник А мы здесь В однокомнатной квартире Ничего В тесноте Да и не в обиде Сегодня заканчивает свою программу Группа Тихий Игра Мы с вами прощаемся Теперь уже до вторника С наступающим Милая дама Поехали Мы сытые, одетые, здоровые Элегантны, как наши Автомобили Спали стальные оковы Исчезли насилия Доктрины Мы здесь Мы дети Свободы Содержатели Как наши Холодильники Ложь Правда Альтернативы Кипятильники Сменили Мобильники Ленин 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 Любил Холодное Пиво Ленин любил холодное пиво Трудна дорога к правде Альтернатива, другая истина Веками воюют религии Мы, получается, посередине И вот человек неверы И вот человек нереликий Разве что суеверный Как все остальные неврассейники Ленин любил холодное пиво 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 Мой Ленин Мой Ленин Мой Ленин Мой Ленин Успели?